Меняются поколения и власть в стране, а люди по 20 лет, проживающие в построенном на собственные средства жилище, до сих пор бездомные. Проблема заключается в том, что построенные эти жилища были на орошаемых землях сельхозназначения. Сегодня депутаты Чугур-Кукинеша вновь рассматривают поправки в закон о введении моратория на трансформацию сельхозугодий в другие категории. Часть застройщиков успела непонятными способами оформить свои строения до 2009 года, когда закон и вступил в силу, а другая не успела. Сегодня они требуют трансформировать свои участки, так как оказавшись в окружении жилых кварталов, наделы одних фактически стали непригодны для сельского хозяйства, а дома других числятся в категории нелегальных. 42 тысячи семей по всей республике построили дома. Некоторые по 10-15 лет там проживают. Эти 42 тысячи не иммигранты откуда-то из Америки, а наши жители. Государство им не помогло, приобрели квартиры они своими силами. Но земельный вопрос непростой. Надо решать очень аккуратно и отменить анклавы. Это не Минюст, а главы Аилу Кмюту здесь должны были находиться. Те, что все это наворотили. Об этом, к слову, сказала министра юстиции Джилдис Мамбеталиева, которая и докладывала по этому вопросу. По ее словам, такая ситуация произошла из-за халатности органов местной власти. По мнению депутатов, даже если в отношении этих 42 тысяч семей будет принято политическое решение, последствий избежать не получится. Из 10 гектаров на 9 дома и посередине у одного сельхозугодие. Он засеивал жил за счет этой земли. Как ему быть, ведь к нему даже вода не будет поступать. Вот он анклав получается. То есть гражданин законопослушный страдает из-за незаконопослушных. У кого были деньги, в то время понастроили и теперь требуют оформить. А у кого не было, теперь и дома нет и возделывать не могут. По словам депутатов, к таким участкам должны быть проведены арыки и дороги, и вряд ли застройщики пойдут на это. Такие анклавы оставлять нельзя, практически единогласно высказали парламентарии. Однако, что с ними делать, в правительстве пока не знают. В такой ситуации, например, оказалась Айгульша Абданова. Что делать с наделом площадью чуть более гектара, который достался ее семье в наследство от матери, 28 лет отработавшей в колхозе, она не знает. Например, свою землю сельскохозяйственного назначения сейчас не могу использовать по назначению, потому что она почти у нас неорошаемая. Рядом построены двухэтажные, трехэтажные дома, и мы остались. Рядом еще у нас на участке, вы даже можете выехать, мусорная свалка, потому что наш участок граничит с населенным пунктом. Что она нам не дает сейчас посеять культуру сельскохозяйственного назначения. И как нам быть? Я думаю, что парламентарии должны этот вопрос решить положительно. Всего, по словам Абиталиевой, площадь этих участков по всей республике чуть более 13 тысяч гектаров. Как выяснилось, спецпредставители правительства объехали все области, и везде учтен каждый дом и двор. Но наибольшие проблемы в Чуйской области, Новопавловке, Сукулукский район, Война Антоновка и село Артасай. Мы поняли, местные органы власти, это те люди, которые создали вот эту земельную мафию сегодня. Мы это прекрасно все понимаем. Поэтому, как может гражданин, законопослушный гражданин, ну, купил человек эту землю, построил дом. Сегодня мы говорим, что, оказывается, извините, незаконно, кто-то там кого-то будем наказывать. Это уже пояс ушел. Я предлагаю, еще раз хочу подчеркнуть, но любой вариант нам надо принять. С нуля остановиться на том, что эти дома уже есть, постфактум, и дальше уже принимать закон в дальнейшем, чтобы захвата этих земель уже не было. Мы сейчас можем спровоцировать нечто. Да, берите, захватывайте, а Джигурку Кенеш потом узаконит. Снова выдумают какие-то предлоги и особенные причины, по которым надо будет всех легализовать. Речь сейчас об этих 42 тысячах семей. Ждали 6 лет. Нет, неужели сегодня невозможно дать еще немного времени на уточнение каждого дома, списков пофамильно, участка на карте? Амурбек Тикибаев и вовсе предложил снять вопрос с повестки и вернуть закон в комитеты, где провести тщательную проверку и по каждому строению, после чего изучить все списки и потом снова рассмотреть в первом чтении. Однако на голосование его предложение не было поддержано. Депутаты вновь вернулись к обсуждению концепта данного закона.